Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вынужден сообщить, что в 2008 году полюбившегося многим геймерам и болельщикам ивента, похоже, не состоит За три года скромное, как казалось в начале LAN соревнования с 400 участниками, выросло настоящего гиганта турниров LAN и вошло в историю как самый большой ивент на территории Скандинавии В последние два года турнир не остался без внимания хотя бы одной уважающей себя в Скандинавии команды Вероятно, Адам Джонсон – самый большой геймер в мире Его рост составляет 2 метра 10 сантиметров, вес около 180 килограммов Его ник в онлайн-играх – Тини Любит RPG и баскетбол Адам часто выступает на киберспортивных соревнованиях Это вызывает у организаторов много проблем То стул не выдерживает такого веса, то стол слишком маленький Дома Адам срудил себе игровое место из сидения от спортивного автомобиля и стола, сделанного на заказ В последнее время Поднебесная проводит один громкий турнир за другим Только успели отгреметь баталии, так буквально через пару дней появляются имена первых шести участников другого крупного турнира International Electronic Sport Tournament Всего ожидается на две дисциплины Warcraft 3 и Starcraft Brood War 32 участника Сразу два россиянина в списке первых приглашенных Всем остальным, кто захочет поучаствовать в ивенте, придется пройти отборочные туры Правительство Швеции буквально шокировало гейминговое сообщество этой страны своими новыми законами Один из законов содержит пункт, в котором ясно указывается, что интернет-кафе отныне приравнены к казино Шведское правительство, другими словами, приравняло компьютеры к игровым аппаратам И за каждый имеющийся в интернет-кафе компьютер хозяину заведения придется платить отдельные деньги в копилку государству Цена за содержание одного компьютера составит 213 евро в год Добро пожаловать в школу виртуального спорта Сегодня мы поговорим о стрельбе из Rocket Lounge Это оружие наносит 100 единиц урона при прямом попадании в модель противника и имеет так называемый сплэш То есть осколочное повреждение при попадании ракеты около модели игрока Сила этого повреждения зависит от расстояния между местом взрыва и противником Также с помощью этого оружия вы можете делать Rocket Jump То есть выстрелы ракеты под себя с одновременным прыжком Rocket Jump позволяет значительно ускорить перемещение по карте С помощью Rocket Jump вы можете подняться на такие высоты, куда не допрыгнуть обычным прыжком Rocket Launcher является важным элементом контроля карты Так как позволяет простреливать проходы, не давая противнику выйти на защищаемую вами позицию Научиться стрелять из этого оружия очень сложно Так как полет ракеты до цели занимает определенное время Следовательно, вам нужно учитывать не только траекторию движения противника, но и траекторию полета ракеты Только большое количество тренировок с сильными игроками поможет поднять вам стрельбу из Rocket Launcher до серьезного уровня Мы виртуальная школа Учитесь на пятерке Пока бесплатно Разойдись! Смотрите далее Новая клавиатура со стильным современным дизайном для киберспорта И конечно же вас ждет новый киберторнир между командами Virtus.pro и Trap Представляем обзор киберспортивных девайсов Кресло PlaySeed совместимо практически с любыми рулями и педалями, которые устанавливаются на специальных подставках Для максимальной реалистичности предусмотрена возможность выбора расстояния между самим креслом и рулем Форма и материалы, из которых оно изготовлено, полностью идентичны тем, которые устанавливают на раллийные болиды Единственным недостатком является отсутствие места для крепления коробки передач Стоит такое кресло около 10 тысяч рублей В игровой набор Defender Adrenaline Turbo входит все необходимое Педали, переключатель видов, достаточное количество функциональных клавиш Качественные компоненты обеспечивают надежность работы руля в самых экстремальных игровых ситуациях У манипулятора есть 12 кнопок и два подрулевых переключателя Резиновое покрытие руля не позволяет рукам скользить во время игры На рулевом колесе присутствует индикатор, отображающий силу нажатия педали газа Мышь Creative Fatality разработана Джонатом Венделлом, чемпионом мира по компьютерным играм Новая мышь для высокопроизводительных игр имеет целый ряд уникальных и новаторских функций Персональная настройка веса и различные режимы разрешения, которые можно переключать одним нажатием кнопки USB-разъем с позалочными контактами обеспечивает высокопроизводительное соединение с компьютером Прорезиненные кнопки исключают возможность скольжения Клавиатура Razer Tarantula имеет стильный современный дизайн Функциональные возможности отвечают самым высоким требованиям киберспортсменов Уникальная функция подавления фантомных нажатий предотвращает использование ненужных команд при одновременном использовании нескольких клавиш Клавиатура имеет встроенную память для сохранения профиля использования кнопок под каждую игру На корпусе имеются два позалоченных USB-входа, вход для наушников и микрофона Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем освещать поединок пятого тура, в котором в упорной борьбе сошлись два интереснейших коллектива КСК Virtus.pro и КСК Trap Обе команды должны быть хорошо знакомы вам по нашим предыдущим репортажам В одном из прошлых выпусков мы уже были свидетелями их противостояния на карте The Nuke В котором Virtus.pro одержали победу со счетом 16-12 Посему опустим представление команд, напомним лишь их составы в сегодняшней встрече Итак, команда Virtus.pro Алексей Лекс Колесников, возраст 20 лет Предыдущая команда IPG Иван Фин Качугов, возраст 23 года Виктор Салли Филимонченко, возраст 22 года Предыдущая команда CSKA Алексей Нелли Новиков, возраст 21 год Предыдущая команда Mighty44 Борис Снуп Подвальщиков, возраст 22 года Предыдущая команда Team One Команду Trap представляют следующие игроки Владимир Редмон Тарасов, возраст 20 лет Предыдущая команда Bagrip Gaming Роман Ромшки Макаров, возраст 19 лет Предыдущая команда Forza Руслан Танк-Аббясов, возраст 21 год Предыдущая команда CSKN Александр Калыч Грибов, возраст 22 года Предыдущая команда X4 Team Димьян Блейдземский, возраст 20 лет Предыдущая команда Bagrip Gaming Ну что ж, посмотрим, удастся ли Трэп поквитаться со своими обидчиками и взять реванш на карте The Infer Эта игра стала украшением пятого тура Она дошла до овертайма Мы с вами посмотрим, как развивались события в первой половине встречи Итак, матч начался На сей раз атаку начинают Трэп В первом пистолетном раунде их оппоненты из Virtus.pro поистине удивили сменив традиционную позиционную защиту на эффектную атаку В самом начале раунда сразу четверо кона террористов застают врасплох замешкой ушившейся на нуле Редман Тем временем Лекс, в одиночку прикрывающий плент А, сносит на коврах Грибова Лишившись двух игроков, Трэп поспешно отступает к яме, где снова несут потери Блейд и Танк становятся жертвами точной стрельбы Нелли и Фина Ромшке удается забрать Нелли и Снупа Однако раунд за Virtus.pro В третьем раунде Трэп действует более активно Быстрый прорыв по дуге на плент B с использованием флешек и гранат мог принести успех Однако Снуп и Салли удачно сработали в паре Результатом чего явился размен пяти Трэповцев на одного Снупа с винтовкой М4А1 Кольт Четвертый раунд стал аналогом второго С той лишь разницей, что на сей раз все игроки команды Трэп были вооружены АК-47 вместо Desert Eagle А первый фраг все на тех же коврах вместо Грибова сделал Ромшке Минус Нелли Салли проводит разведку боем на дуге и нейтрализует прикрывающего тыла Редмана Филимонченко отошел обратно в сторону единицы и возможно это и стало роковой ошибкой поскольку через мгновение противник окончательно прорывает оборону плента А 3-1 и Трэп берут свой первый раунд Водушевленные успехом Трэп в седьмом раунде вновь сменили направление атаки выбрав первоначальной целью Плен А вновь проход по длине стандартная подсадка через окна на сей раз великолепно сработала связка Лекс плюс Финн под их перекрестным огнем всего за пару секунд погибли все пятеро нападавших жертвы М4А1 Фина стали сначала Калыч, а затем Ромшке Блейд и Редмон еще одного танка прикончил Лекс 4-3 и Виртус Про снова вырываются вперед в восьмом раунде Трэп вынуждены были затянуть пояса потуже и ограничились пистолетом в результате скоротечной перестрелки на подходах к Плен Ту А все пятеро атакующих были уничтожены обороняющаяся сторона пересчиталась лишь Фина 5-3 в пользу Виртус Про начало двенадцатого раунда складывается удачно для Трэп Редману удается отстрелить вышедшего на дугу Нелли, а Ромшке убивает на коврах Салли Лекс все же успевает нейтрализовать на центре Редмона но погибает от Ромшки тем временем Снуп успевает вовремя отойти с Б и подкарауливает Блейда на семерке меняя позицию Борис поднимается на ковры и нейтрализует там Грибова в это время танку наконец удается заминировать Плен А но его нейтрализует Салли оставшись вдвоем против одного Ромшки Снуп под прикрытием Салли пытается разминировать заряд однако Ромшке ценой своей собственной жизни удается снять сапера Салли не успевает справиться с бомбой и Трэп выигрывает свой четвертый раунд 8-4 по знакомому сценарию события развивались и в 15-м раунде террористы подбираются к А оставив Редмона прикрывать тыл но к сожалению для Трэп в результате контратаки Лекса по дуге и Нелли через окна атакующие теряют Калыча, Танка и Редмона еще через мгновение Финн достает Блейда таким образом первая половина заканчивается за счетом 11-4 в пользу КСК Виртус Про и команды меняются сторонами Итог матча сурок Команда Трэп проявила характер и свела игру к ничьей, но Виртуса собрались и в дополнительных раундах не дали ни одного шанса Проигравшим сегодня парням желаем не унывать и уверенно двигаться к поставленной цели Смотрите в следующий раз Самая интересная информация из мира киберспорт Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов Новые уроки школы виртуального спорта и конечно, самые интересные новые состязания между киберспортсменами Все это в следующий раз Субтитры создавал DimaTorzok